И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзе Хедж, и это вторая серия проекта The Unknown от Зигзе Хеджа. И да, отлично я сказал. С вами Зигзе Хедж, и это проект от Зигзе Хеджа. Ну вы, я думаю, уже, если смотрели первую серию, знаете, что здесь происходит. И я в перерыве между эпизодами буквально чуть-чуть сходил себе покопал. Кстати, рано я вышел. Для того, чтобы все-таки... Кого я обманываю? Я буду делать себе инструменты из тинкерса. Или, по крайней мере, для начала я себе буду делать половинью. Мне для этого нужен граут. И пока этот самый граут у нас с вами будет жариться, мы пойдем заниматься интересными делами. Или неинтересными, или чем-нибудь таким странным. Так, два стака у меня есть. Это, конечно, наверное, маловато. Чего мне не хватает? Не хватает мне. А мне всего хватает. Почему только два стака он-то сразу сделал, непонятно. Ну да ладно. Так, у нас с вами есть здесь немножко уголька. Еще один сюда нужно положить. Так, тут у нас еда. Тут у нас еда. Вот давайте вот сюда граут положим. И вот сюда граут положим. Здесь, правда, единственное, что, конечно, нифига не хватит. Но я думаю, что да. Вот теперь должно хватить вот здесь, по крайней мере. Что касается этого. Ну, давай, дай мне еще пару угольков. И мне бы все-таки по-хорошему надо бы сюда, наверное, тоже запихать граут. Потому что у меня его очень дофига. И нужно мне его, соответственно, тоже ни хрена ни мало. Как вы все прекрасно знаете. Ладно. Давайте поставим здесь, наверное, как-нибудь вот так. И вот так. Вот, пусть жарится. Со всем этим барахлом я пока не знаю, что делать. Наверное, пусть он пока все будет у меня. Потому что нам с вами нужно было все-таки в прошлой серии еще. Я отвлекся на то, что мы с вами очень много записались. Нам с вами нужно было дойти, доплыть точнее, до коровок. До маленьких коровок, которых мы немножко размножили. И, соответственно, теперь восстановить баланс. У-у-у, у нас с вами какие облачка прикольные. Сейчас, видимо, будет дождик. Вот, собственно, вот и дождик. Нет? Странно, я слышу дождик, но я не вижу дождик. Нам с вами нужно поубивать коровок с целью наживы. С целью наживы кожи. Какая дурацкая коровка убегает. И кожу, конечно же, не дала. Сквидочки маленькие такие плавают. Вот, я слышу, между прочим, гром и молнию. Пока мы здесь с вами развлекаемся со сквидами. Видимо, все-таки сейчас будет какая-нибудь гроза. Все-таки крайне надеюсь, что это будет не ураган. И он не снесет мне нафиг деревню. И не заберет моих коров. Блин, вторая корова до сих пор не дала никакой шерсти. Ну, господи, почему шерсти? Что там коровы дают? Кожи. Смотрите, все еще нету кожи. О, первая кожа. Нет, вторая кожа. Сколько у меня получилось? Три кожи. Отлично. Но этого маловато. Мне надо четыре. Тут две маленьких коровки, которых мы, собственно, оставили. Я думаю, что мы их и оставим. Пусть здесь себе размножаются. Растут. Я пока себе копал песок, гравий и глину. Я где-то здесь видел еще коровок. Мне казалось, это было вот здесь. Конечно, могу ошибаться. Да, вот я их вижу по карте. Я вижу их коровьи рожи. Они злые коровы. И очень миленький дождик. Легенький такой. Неривневый. Так. Синглплеер. Пожалуйста, прогрузись. Вот, смотрите. Я буквально только-только начал играть, да? И у нас с вами уже начинаются лаги в сингле. Что сделали с Майнкрафтом? Такое ощущение, что Майнкрафт... Ну, да, они же сейчас владеют правами на Майнкрафт. Что они просто крайне разочарованы тем, что все играют в Майнкрафт с модами. Поэтому нужно сделать движок настолько неоптимизированный, чтобы с модами было играть невозможно. Семь. Отлично. Я думаю, что мне хватит. Такое ощущение, что, по крайней мере, к этому все идет. Мне это крайне не нравится. Потому что без модов, как я уже говорил, Майнкрафт лично мне не интересен от слова совсем. Что бы там Маджанг не добавляли, какие бы новые функции не добавляли. Я бы, если честно, все это дело остановил на уровне 1.7. И с тех пор вообще бы его не развивал. Все. Проект бы заморозил. Но вместо этого можно было бы сделать нормальные модапи для того, чтобы все-таки люди, у которых руки растут из правильного места, могли бы сделать... Ой-ё. Ой-ё. А это, ребятки, похоже на ураган. Есть у меня ощущение, что он сейчас сможет меня все-таки того. Ам-ам. Ёшкин-матрёшкин. Смотрите. Какой кошмар. Он животных с собой забирает. И движется, между прочим, в сторону деревни, где я типа живу. Какой красивый торнадо. Я думаю, что я должен сделать заставку. Себя. На серию. Ну, слава богу, он был маленький. Это был добрый торнадо. Хотя, смотрите, как он здесь... Эээ... Прошёлся. Всю траву собрал. И деревню он обходит немножко стороной. Я надеюсь, что он сейчас не развернётся и не пойдёт снова в мою сторону. Да, он просто немножко там свинок, по-моему, скинул в речку и всё. И на этом успокоился. Это действительно, похоже, был маленький торнадо. Да, он там потихоньку исчезает. Умирает, так сказать. А нет, не умирает. Ну, ладно. Главное, что мой домик целый. От этих штук есть средства защиты. Можно себе поставить специальное метеоустройство, которое будет отгонять отсюда эти ураганы. Я думаю, что нам с вами в итоге придётся это, конечно же, сделать. Но, наверное, не на этой деревне, а уже на том месте, где мы с вами будем по факту развиваться. Потому что я, естественно, отсюда рано или поздно съеду. И скорее это будет рано, чем поздно. Так. Айронбекпекс. Самый-самый базовый бекпек. В любом случае, с него всё начинается. Кстати, мне ещё нужна шерсть. Какой я молодец. Почему я всё-таки не поубивал овец? Объясните мне, пожалуйста. Скажите мне, люди. Почему Зик такой невнимательный? Привет, овца. Эй. Ну, давай, сингл, не тупи. Хотя, конечно, есть ощущение то, что эти самые торнадо также вызывают такие некислые лаги. Пока они особенно разрушают блоки. Но когда я его призвал специально, специальные команды есть для того, чтобы призвать торнадо. И, кстати, есть специальная машинка для этого. То он не делал никакую нагрузку такую дикую на сервер. А сейчас почему-то просто какой-то кошмар. Надо будет посмотреть, что может уже вызывать лаги. А то, в противном случае, это будет не сезон, а разочарование. И придётся остановиться только на карте. Не делая летсплей. А мне бы хотелось уже. Я уже начал. Мне уже интересно. Всё летает. Хотя, если честно, насколько я помню, когда я начинал Will Invention, то точно такая же ситуация была в сингле. Вот, прямо один в один. До тех пор, пока я не перенёс всё-таки карту на сервер. Есть такое ощущение то, что серверная часть всё-таки оптимизирована ещё хуже, чем клиентская. И когда они обе запущены на одном компьютере, начинается ад. Так, а по центру-то что нужно? Конечно, сундук по центру нужен. Какая прелесть. У меня нету на сундук-то ничего. 7, 8 как раз. Давайте сделаем сундук. Ну, любой сундук же. Ну, чёрт. Дурацкий J.I. Сделай мне сундук. 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 И бэкпэк. Эй, бэкпэк. Так, по-моему, по клавише V я могу его нацепить. По клавише, какой я там делал, тильду? Нет? Z? Не помню. Ладно, значит, давайте его снимем. Ну, какой он маленький. Но, тем не менее. Мы сюда с вами сможем положить, допустим, такую вещь, как еду. Которую мне можно таскать с собой. Пока это, конечно, не сильно актуально. Потому что я всё ещё сюда не поставил, хотя планировал Spice of Life. Но я думаю, что в любом случае это не помешает. Так, и моп-дропы. У нас с вами появилось ещё некоторое количество моп-дропов. Хотя, кстати, наверное, вот это имеет смысл положить не сюда, а в еду. Сундук с едой. Живи здесь. Ты еда. Вот слаймболл можно вполне поместить в моп-дропы. Так, и вот сюда надо поместить вот это, вот это и вот это. Откуда-то непонятно у меня взявшиеся. И, кстати, куда-нибудь надо уже придумать глину девать. Я думаю, что мы её с вами будем класть вот сюда. Потому что здесь есть самое место. И вот, допустим, флинт рядом с глиной. Отлично. У меня ещё, кстати, осталось 4 граута, который не прожарен. Давайте сделаем вот так. У меня закончился уголь. Печалька. А есть ли у меня ещё, кстати, деревья? 4, но это ни о чём. Ну что, пойду рубить деревья. Наверное, пойду это делать за кадром, чтобы вас не утомлять увлекательнейшим занятием. Итак, ребятки, я тут себе немножко порубил древесинки. Сделал себе немножко стекла. И, собственно, доплавил свои сиритбрики. Я думаю, что пришло время... Да, я всё отсюда забрал. Пришло время вспоминать, как работает Tinkes Construct. И нам нужно себе сделать сирит. Естественно, сирит, стоуны, всякие разные. Сиритбрики. Нет, ну 49 нам точно не нужно. Давайте посчитаем. Я буду делать маленькую плавильню 3 на 3. Это будет 9 внизу. Это будет... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 12 на этаж, то есть 24. Я думаю, что этого должно хватить. Из остальных мы с вами себе должны сделать, естественно, сирит... Как он там называется? Смелтри Дрейн. Кстати, две их нужно. Хотя пока что и одной бы хватило. Ну ладно, сделаем сразу две. Сирит Контроллер делается как-то так, по-моему, да? Смелтри Контроллер. И мне нужен ещё обязательно Смелтри Тенк, который, кажется, делается вот так. Сирит Тенк. Хей-хей. Я даже почти всё помню. Обалдеть. Так, кроме того, давайте сразу себе сделаем столики. Для выплавки всякого разного. И это, похоже, всё, что нам необходимо. Зачем я тогда себе сделал столько стекла? Ну, в любом случае, нам с вами, конечно же, ещё нужно будет сделать такие замечательные вещи из дерева. Как вот такие вот паттерночки. Паттерночки. Давайте сделаем ещё. Потому что они тоже будут необходимы. Восемь. Маловато. Давайте сделаем ещё восемь. Я думаю, шестнадцати должно хватить. И теперь нам нужно сделать стандартный набор штучек из Тинкерса. Я даже не помню, как они называются. Я их просто делаю. Порт билдер. Стенцил тейбл. И верстак. Там нужно было один. Сделать вот так. И получить Toolstation. Отлично. По идее, теперь ещё можно сделать сундук. Для того, чтобы хранить всё это добро. Я думаю, что ладно. Давайте его сделаем. Почему бы нет? Так. Вот. Теперь вроде как действительно всё. Давайте подумаем, где мы всё это добро будем располагать. Естественно, на улице. Тут, конечно, у нас, смотрите, прямо какое основание капитальное для нашей терраски. Ух. Я думаю, что жители на меня не сильно обидятся. Я, конечно, хотел бы это сделать вот здесь. Но я здесь буду ходить. Хотя, погодите, я не буду здесь ходить. Я хожу в другую сторону. Сделаем заготовочку. И, соответственно, выкопаем место под пол. Да, я буду делать самую-самую странную и простую плавильню, которую я делал во времена 1.7.10. Потому что там другие нельзя было делать. Здесь уже их можно делать разного размера. Но, опять же, эта плавильня у меня будет здесь скорее временная. Как раз до того момента, пока я не начну отсюда переезжать. Когда мы с вами переедем, мы уже сделаем большую себе и грамотную плавильню, которая будет сразу плавить прям всё. Такая будет у нас бешеная плавильня, умеющая плавить прям всё. Единственное, что прямо внизу я вот, наверное, хочу поставить... Нет, не drain, контроллер и тэнк. Их теперь тоже можно ставить на разных уровнях. И они не обязательно должны быть на одном уровне на одной стороне. Но это, что называется, дело привычки. Вот. У нас с вами сформировалась плавильня, очень маленькая. Теперь давайте её накроем вторым рядом. Для того, чтобы она была немножко больше. И, наверное, кстати, давайте сделаем вот так. Выливать всякое. Мы с вами будем вот с этой стороны. Ух, тут дырочка. Давайте сюда вернём землю, чтобы было посимпатичней. И единственное, что вопрос. Есть ли у меня есть какие-нибудь вёдра, которые делаются не из железа? Потому что железа-то я, естественно, ещё не нашёл. Я и копать-то ещё не ходил. Мы с вами буквально только-только начали. Я, кстати, знаю, что я забыл сделать. И вы, наверное, тоже знаете, что я забыл сделать. Штуки-то я эти сюда поставлю. Дэс проблем. Шлёп и шлёп. Но я забыл сделать сливы. У меня есть крафтинг-стейшн. Это очень удобно. Давайте себе сделаем два слива. Я их позже заменю на трубы. Но это будет, как я уже говорил, не сейчас. Надо себе сделать топор. Он у меня сломался, пока я мучил дерево. Так, давайте, кстати, вот сюда его по центру пока поставим. Пусть он здесь себе стоит. И где-нибудь нужно ещё поставить наши стандартные столики из тинкерса. Я думаю, что почему бы не здесь. Куда-нибудь вот туда мы с вами загоним сундук. И где-нибудь вот здесь давайте начнём. Парт-билдер. Toolstation. Они переключаются? Нет, они не переключаются. Я их поставил, видимо, не в том порядке. Сейчас разберёмся. Очень мне нравится новая фишка в тинкерсе. То, что сверху у нас с вами можно переключать эти предметы. Кстати, не исключаю, что они переключаются из-за того, что у меня не стоит крафтинг-стейшн. Вот, ребятки, смотрите. Так всё намного удобнее получилось. Так, и, соответственно, паттерны нам нужно положить в парт-билдер, в Toolstation, в Stencil Table. Вот сюда. Сразу же нам нужно сделать вот такую паттерну и положить её в ящичек. Теперь, по идее, вот он. Она доступна. Отлично, я всё-таки всё сделал правильно. И мы с вами себе будем делать кирку. Наверное, да? Сразу. На кирку ещё нужно перекрестие. И с чего мы его будем делать? У меня где-то был флинт. Потому что нам всё-таки рано или поздно, боюсь, что рано, придётся идти и копать. Начать копать. Начинать копать. Так, и с чего сделать остальные предметы? Можно сделать из дерева, можно сделать из каблы. Можно сделать из кактуса, который я не нашёл. Кстати, о кактусах у нас с вами нету. Так, тут я ничего не вижу. Нет ли у нас с вами где-нибудь кактусов? Давайте спустимся. И выясним. Боюсь, что нету. Единственное, что можно, знаете, что сделать? А давайте попробуем обшарить деревню. Вдруг где-нибудь здесь есть домик, в котором стоит... Ё-моё, тут шест была. В котором стоит кактус. Я всё время забываю то, что в деревнях-то, в принципе... Что это такое? Я даже не знаю, что это. В деревнях-то здесь, как правило, есть же уже всё, что нам необходимо. А я там овец бедных мучил. На шерсть их разводил. Ой. Заброшенный домик. Тут вон даже, смотрите, какой-то редис растёт или что это такое. Брюква. Я не знаю, что это за растение. Это очень бедный домик. У него ничего нет. Ну, зато у него есть брюква. Ё-моё, какой же здоровенный домила. Мы себе выбрали. Главное, что мне он такой не нужен же. Тут снова нифига нету. О, там домик из Эмерсива? Нет, из Рейлкрафта. Смотрите, какая прелесть. Там вряд ли есть кактус. Я не думаю то, что... Железнодорожники любят кактус. Тут тоже нет кактус. Есть кактус? Это опять... Это, наверное, брат того вот человека, который живёт в таком же домике. Так, тут какая-то библиотека дурацкая. Тут нифигашеньки нету. Тут башенка, в которой сверху вроде как... У-у-у, железочка. А могу ли я? Могу. Мне в любом случае нужно железо. Кстати, уголь. И ещё железо. Отлично. К сожалению, не смогу я это дело сейчас размножить, если я не найду где-нибудь ведро. Хотя, кстати, погодите, а что я не смотрю в сундуки? Вдруг у нас с вами где-нибудь в сундуках будет какое-нибудь как раз ведро. Так, а здесь нет сундука. Я молодец. Здесь верстак есть зато. Потому что можно же, живя в деревне, всё это дело действительно свистнуть. У добрых, наивных, носатых жителей, говорящих... Не надо у нас ничего красть. Мы сами бедные. У нас есть одна овца на всех. О боже. Я вас от чего-то отвлёк, простите, пожалуйста. Простите, я больше не буду. В Рейлкрафте нет ничегошеньки. Печаль. Было бы неплохо. О, ещё железо, смотрите. Откуда... А, я знаю, возможно, откуда здесь делось железо. Здесь же был ураган. Не исключаю, что ураган сюда это дело принёс. Я, правда, не знаю, работает ли ураган таким образом или нет. Мне, на самом деле, просто сама по себе идея мода понравилась. Я ещё на 1.7.10 с ним играл, когда я себе ставил Тропикрафт. Или как он там назывался. Который на 1.10, не исключаю, что и не выйдет никогда. Да, в принципе, он на 1.7 был, конечно, глючный до ужаса. Явно не для серверов. Но для того, чтобы лучше с ним играть, крайне рекомендовалось поставить как раз вот этот вот мод на погоду. Ну, я с ним так и не успел поиграть нормально. Я думаю, что здесь мы с вами осуществим эту давнюю идею. Где все сундуки? Конечно, пять железа это уже... А ты там выращиваешь что-то запрещённое, что ли? Почему у тебя такой странный домик, и там что-то растёт? И ты сразу куда-то сныкался от меня, а? Хулиган. Какая у нас с вами странная деревенька. Надеюсь, что здесь не живут какие-нибудь маньяки. А то... Ё-моё. Приду я однажды домой, а там сидит такой маньяк. И ест. Не знаю, что ест. Я не знаю, чем питаются. Маньяки, чёрт! Ладно. У нас с вами есть некоторое количество ресурсов. Давайте вот ещё у себя из дома выковырим кусок угля. По-моему, что-то сработало. Меня не убило, и это хорошо. Но, видимо, здесь была ловушка. Я надеюсь, там сейчас в домике ничего не рвануло? Да вроде бы нет. Вроде ничего не случилось. Но было страшно. А, или это просто был такой бзынк? Нет, ну там явно что-то случилось. Там же был рычаг. Так, давайте переплавим вот эти вот пять железа. Мне нужно три. На то, чтобы сделать себе ведро. А вот эти два я уже запихнул в плавильню. И мы с вами хотели всё-таки из чего-то себе сделать тулрот. Тулрот. Вот, допустим, из вот этого вот слаймбола. Как мне это сделать? Мне бы книжку, конечно, из тинкерса. Книжка из тинкерса. Я её, скорее всего, засунул уже в какой-нибудь ящик. Где-нибудь теперь в этом бесконечном доме она лежит. Чёрт. Давайте посмотрим, тинкерс, как сделать эту книжку. Книжка и паттерн. Ребятки, это просто. А просто это по одной простой причине. У меня дом состоит из книжных полок. Давайте поспим. Сейчас заделаю дырку при помощи земли, потому что у меня вряд ли с собой есть какая-нибудь доска. У меня есть с собой доска из берёзы. Вот. Типа так и было. Я ничего не делал. У нас с вами есть книжка. И где-то на улице у нас с вами был паттерн. Чё бы сюда ещё запихнуть? Жалко уголь-то тратить. Да вообще ладно, фиг с ним. Так, ведро, 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 ведро. Ведёрко. Отлично. Наше первое железо ушло на ведро. Потому что я лентяй. И мне было лень его искать. Давайте возьмём отсюда штучку. Что, житель, ты тоже удивляешься, зачем я взял отсюда штучку? Потому что я хочу книжечку. Так, и здесь у нас с вами есть модификаторы материалы. Материалы. Ага, мы просто из слизи этого сделать не можем, да? Нам с вами нужен Blue Slime. Или можем? Это Blue Slime Crystal. Интересно, как он делается. Handle Modifier 1.3. Durability минус 50. Боже. Надо бы, конечно, из косточки это сделать, наверное. Или из чего-нибудь такого. Потому что оголовье я совершенно точно себе сделаю из флинта. Здесь как бы даже вопросов не возникнет, скорее всего. Нужно два флинта, кстати. Вот, а из чего делать байндинг, из чего делать вот это, я не знаю. Кстати, нельзя ли всё-таки это просто так, да? Нет, никак? Ну ладно. Я знаю то, что многие из вас делают инструменты из каблы. Для того, чтобы их чинить было дешевле. Ну, ребятки, это как-то, если честно, не интересно. И даже немножко читерно. Мне не очень нравится такая идея. Так, кстати, что касается тенков. Но я полагаю, что все остальные тенки мне... А, я знаю, кстати, что я ещё не включил в Ender.io. Мы с вами не можем себе делать тенки оттуда. Отлично. ДК-крафтовский тенк. Rain tank. Seer tank. Кстати, наверное, в таком случае надо делать Seer tank. Просто. Tinker tank controller. Да, мы здесь можем себе сделать ещё и большое хранилище воды. Из Tinker's construct. Надо бы, кстати, посмотреть на эту механику получше. А, ну, тенк из Depresence нам с вами, к сожалению, не светит. Давайте сделаем тогда себе Seer tank. Всё-таки. Потому что можем. Где там мой верстак? Надо себе ещё верстаков понаставить. На первом этаже тоже. Нет, вот такая штучка. Мы можем сделать их себе два. А давайте их себе и сделаем два, а чё бы нет. И пойдёмте сходим к лаве. Лава у меня на карте точно была обозначена. Я ещё говорил, что у, как хорошо, что у меня есть лава. Она вот там. Нам с вами придётся пройти через лес. Надеюсь, что у меня не залагает сейчас клиент. Потому что я отправляюсь в путешествие в дальнее. Смотрите, что у нас здесь есть. И коровки, и овцы. Они тоже, по-моему, что-то задумали. Ладно, я думаю, что я не буду. О, Боже. Я не буду их сейчас мучить. Потому что мне, в принципе, не нужна сейчас ни кожа, ни шерсть. Шерсть, более того, мы с вами можем стырить у соседа. Ему всё равно не нужна шерсть. Зачем ему шерсть? Это лава? Нет. Лава дальше. Вот здесь лава, да? Да, много-много лавы. Вот таким вот образом, в условиях дефицита ресурсов, мы с вами сможем себе притащить 9 ведер лавы. Здорово, да? Зиг читер. Буквально из... Как это называется? Ещё, кстати, одно ведро. Из глины, песка и гравия мы с вами себе уже получили лаву. Ну ладно, ещё из трёх слитков железа. Не могу с этим, к сожалению, поспорить. Потому что всё-таки мы с вами действительно три куска железа успешно себе сотворили. Я думаю, что мы сейчас с вами расплавим оставшиеся два куска железа. Кстати, поесть бы надо. И надо срочно ставить Spice of Life. А то я себя чувствую прямо королём мира. Это неправильно. Хотя, конечно, с другой стороны, не задумываться о еде, это немножко позволяет задуматься о чём-нибудь другом. Но это всё неинтересно. Надо, чтобы было жёстко. Давайте перетащим сюда лаву. Тут осталось одно ведро. Окей. Так, чпоньки. Ей. Единственное, что из двух железяк мы с вами себе не сможем сотворить. Слушайте, зачем я себе тогда делал флинтовое оголовье? Вот я чудик. У меня же есть уже железо. Значит, я себе сделаю железную кирку. А флинт пойдём с вами наберём ещё для того, чтобы сделать лопатку. На всякий случай два. Я не помню, сколько мне нужно на лопатку. Потому что вот лопатку я делать из железа не хочу. У меня сейчас не столько железа, скажем так, чтобы я его так растрачивал. Где stencil? Вот он. Лопатка. Иди сюда. Part Builder. Лопатка. Кстати, что нам нужно для того, чтобы сделать лопатку? То же самое. Оголовье лопатки. Да, тоже нужно два. Обратите внимание. Окей. Всё-таки, с чего же делать эти штуки? Неужели у меня нету... Нет, наверное, у меня нету ни одной кости. Я, по-моему, ещё не встречал стреляющих упырей здесь. Да, не встречал. Без этого я точно ничего не сделаю. Ну что, у нас с вами остаётся кабл или же... Железо. Хм. А, я, кстати, молодец. Глина-то у меня есть. Ещё. В остатках. Мне же нужно из чего-то сделать формочку. У меня есть глина в остатках. Давайте сделаем... Четыре. Давайте сделаем шесть. Это, конечно, перевод глины, с одной стороны. А с другой стороны... Ладно. Глины здесь много, учитывая то, что есть кварк. Мне же нужно себе сделать эти формы. Учитывая то, что у меня нету золота пока что, и нету ни боксида, ничего, соответственно, алюминум брас нам с вами не светит. Поэтому я буду делать разовые формы пока что из глины. Давайте сделаем кирку полностью из железа. Почему бы нет? У нас здесь с вами есть четыре слитка. Один, один и два. Ещё... А, собственно, как раз четыре будет. Мне этого хватит аккуратно кирку. Поэтому давайте делать... Мне нужен кабл. Мне нужен кабл. Дом из кабла состоит. Ну, не разбивать же теперь дом. Да? Четыре каблушечки. Давайте же займёмся делом. Так. Не то, не то, то. Кабловая павочка. Как крабовая павочка. И кабловое перекрестие. Так. Глина. Залейся. У нас с вами получится формочка, которая выдержит ровно одну процедуру выливания. Давайте сюда как раз теперь засунем железочка. Это будет оголовье кирки. 288. Не два ли это слитка? В смысле, не один ли это слиток? Сколько осталось? Два слитка. Да, это всё-таки два было. Ну, ладно. Перекрести. Давайте сразу начнём это выкладывать. Мне не терпится выкладывать себе хорошую кирку. Так. И... Один слиток. На перекрестие. 144. Да, всё верно. Чпоньк. Ага. Кирка. И павочка. Тоже будет железная. А вот лопатку мы с вами будем делать, как я уже говорил, из-под ручных материалов. Давайте, что ли, попробуем куда-нибудь сходить тогда. У меня есть даже кое-какая броня. Хотя у меня сейчас будет нормальная кирка. Можно вместо того, чтобы заниматься исследованиями, пойти и что-нибудь покопать. Но мне бы, если честно, хотелось пойти покопать в перерыве между сериями. Не хотелось бы в середине серии ставить на паузу и идти копать. Потому что копать я могу очень долго. А серию-то нужно дозаписывать. Кирка. Отлично. Getting an upgrade. Давайте эту кирку в таком случае даже выкинем. Единственное, что у меня не осталось железа совсем на то, чтобы эту кирку из-за что починить. В этом, конечно, минус. Кстати, в плане починки кирки. Где-то вот там, пока мы с вами сейчас ходили за лавой, я наблюдал пещерку, не пещерку, разлом, не разлом. Давайте попробуем туда спуститься и по-быстрому посмотреть, что там есть. Может быть, я там тоже сейчас на поверхности найду, условно, пару стыдков железа. Это было бы совсем неплохо. Где-то вот здесь вот мы с вами на этот разлом натыкались. Вот он. Вон, я уже вижу железо. Смотрите, какая прелесть. Зиги видит железочка. Железочка Зиги принят. Давайте здесь себе сделаем подъем из земли, потому что у меня с собой банально есть земля. И... У-у-у, какая хорошая кирка. Выкопала нам железочка. Черт. Тут кто-то звуки еще издает. Ё-моё, страшные. Это маленький... Что это такое? Это курица-зомби. Это маленькие зомби на маленькой курице-зомби. Так, я не понял, почему у меня не ставятся факелы. Ладно, давайте по старинке. Точнее, по новинке. В правую руку их засунем. У-у, боксит. Боксит, ребятки, это алюминий местный. То есть, в принципе, он нам сейчас понадобится как раз для того, чтобы себе сделать нормальные формы. Которые не будут ломаться после первого использования. И уголечек здесь есть. Вот уж насколько я не люблю ходить в пещеры, которые сгенерировались сами по себе. Но в начале игры, по-моему, лучше нету ничего. А не люблю я в них ходить по одной банальной причине. Я в них очень часто блужусь. А все это из-за того, что я, как последний нуб, так и не научился ставить факелы по одной стороне, когда я иду в пещеру. То есть, если я сам копаю, да, у меня все факелы аккуратненько стоят с равными промежутками на одной из сторон. Для того, чтобы я смог найти выход. Если я иду копать в пещеру, которая сгенерировалась, ня. Куда факел попал, там он и будет жить. Зато смотрите, сколько здесь железа. Ребятушки. Это же куча железа. Это же тонна железа. Мы себе сможем сделать железное все. Мы себе сможем сделать железную броню. Железную. Ё-моё, дырка. У-у-у-у. А это что такое? Лаймстоун и скварка. Так, туда я больше не хочу. У меня осталось два факела. У меня с собой есть деревяшечки. Я только что нашел уголь. Вы, я думаю, догадываетесь, что это означает. Означает то, что факелов я себе смогу сделать много. Прям-таки 64. Вот. Много-много факелов. Для того, чтобы я про них не думал. Так, тут у нас с вами какие-то зеленые насаждения. Не знаю, как их назвать. Типа деревья. Еще немножко железочки здесь есть. Еще куча уголька здесь есть. И все, да? Все остальное продолжается внизу. Вот вниз я точно не пойду сейчас в кадре. Давайте заберем отсюда вот этот вот уголь. Может быть, под ним мы найдем еще железо. Хотя я сильно сомневаюсь. Ну, вообще, 15 штук железа, прямо-таки, в самом начале, это очень неплохо. Это очень хороший буст. Потому что нам с вами надо же начинать делать систему удвоения. Прям-таки, с нее хочу начать. Или прямо-таки, сразу сначала идти на молот, интересно. Нет, мне этого не хватит. На молот, явно. Ну, кстати, экшер-оддишнс. Я, как уже говорил, буду делать систему удвоения из него. Мне для этого нужен крашер. Хотя бы пока не дабл. О, мне нужен редстоун. Понятно. Значит, в ближайшее время, ребятки, удваивать мы с вами будем при помощи тинкерса. Как это не банально. У меня просто сейчас тупо нету редстоуна. И мне бы не хотелось сейчас идти за ним и его искать. Давайте тут тоже осветим маленько. Типа мы здесь были. Потому что я успешно проспал момент, когда у нас с вами начала наступать ночь. Ночь уж, как мы знаем, случается страшное. Черт. Вот, смотрите, даже страшная овца. Она как-то недобро на нас посмотрела. Это тоже какая-нибудь овца-зомби. И, кстати, смотрите, лакс-пайк. Опаньки. Ставлю факел. Ой, ё-моё, тут снова это чудо. Чудо-чудо. Диво-дивное. Уйди от меня, пожалуйста. Я тебя боюсь очень. Зомбокур. Зомбокур. Черт, их два. Я побежал. Мне, по-моему, хана. Сейчас меня съест зомбокур. А вот там меня съел маленький скелетенька. Маленькая скелетенька, деточка, меня сожрала. Ам-нам-нам своими косточками дурацкими. Черт. Так, давайте хотя бы пропустим ночь, что ли. Что-то я как-то так бодро побежал. И, может быть, я вам даже... Хотя, если вы присмотритесь, вы, наверное, сможете увидеть маленького скелета, который меня съел. Ну, ладно. Давайте, как обычно, я добегу до своей макилки. И мы с вами увидимся. И, ребятки, я понял две вещи, которые я забыл сделать в сборке. Во-первых, я не отключил повреждения от криперов. Да, такого мода нет. Но мне, собственно, пришлось его написать в свое время. Он, правда, делает не только это. Он еще добавляет команду TPX. И, на самом деле, сейчас я включил запись исключительно для того, чтобы вам показать, может быть, вы не видели вот такую вот замечательную вещь. Ха-ха. Так теперь выглядят макилки. И вам привет от рыжей колбасы. Вот. Но на этом нам с вами пришла пора прощаться. Мы с вами, оказывается, уже играем чуть больше паучаса. Поэтому, наверное, сейчас мы с вами... Я запись остановлю. Здесь немножко займусь переработкой. Наверное, запихну все-таки все то железо, которое накопал к себе в плавильню, для того, чтобы уже потом получить еще больше железа. Господи, Корвин, какая прелесть. Ну, еще паурчи тут. Он залез на стол. Маленькая дураха. Вот. С вами был Zig the Hedge и рыжая колбаса. Точнее, его хвост я нифига не вижу. Я надеюсь, что вам, кизонька, понравилось. Ой. Ой, какой хороший. Мы об микрофон тремся. Мы с вами увидимся в следующий раз, ребятки. До новых встреч. Как обычно, всем счастливо.